Что стоит за приказом Путина в одностороннем порядке прекратить огонь с 12 часов дня 6 января? Об этом мы сегодня поговорим с Марком Фейгином. Он первый гость нашего канала в новом, наступившем 2023 году. Марк Захарович, я вас приветствую. Спасибо, что согласились в очередной раз с нами побеседовать. Игорь Алексеевич, рад всех поздравляю. Зрители канала, вас с Новым годом, наступившем 2023. Будем надеяться, что он будет более благополучным, чем год ушедший. Ну что же, вот похоже, что идет некий процесс, который оформляется публично через вот эту оферту, предложение к прекращению огня, при том, что фоном этого является отказ от такого прекращения, когда это предложил Зеленский. В Рождество, в конце декабря, ну, они считают, что это не православное Рождество. И в достаточно резкой форме отказались от предложения Зеленского. Он тоже был публично озвучен. А тут вдруг в таком назидательном тоне, с выступлением и подготовкой, через переговоры с Эрдоганом, через озвучивание патриархом Кириллом, который вроде как призывает стороны. Вот меня вот этот тезис поразил, что значит, он призывает стороны. Он, представители, одной стороны уж никак точно православные христиане Украины не могут воспринять его в качестве такого ментора, который вдруг непослушный... Ой, да вы знаете, я бы сказал, что и православные христиане... Да и в России. Многих других стран, и в России, и, собственно, есть православные христиане, которые находятся формально под амафором Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, но как-то этому совершенно не рады, глядя на Владимира Михайловича Гундяева и все его достижения последних лет. Как-то вот неуютно, я думаю, русским православным находиться в церкви, которую Бундяев возглавляет. Ну да, ну да, и, в принципе, это звучит с какой-то такой претензией, с каким-то таким... Подводят под это еще и христианские праздники, Рождество Иисуса. Ну, в общем, это... Я сейчас говорю о моральной, внешне-публичной стороне, да? Ну, как-то неубедительно это все на фоне всего, что происходило за 10-7 месяцев войны. А с другой стороны, это, видимо, еще одна вопль, да, почти библейский, о мире. Вот я так это воспринимаю, потому что тут вроде как случай, когда можно, понимая, вероятно, что Украина откажется, и она уже среагировала в лице Михаила подалека. Вот уже Данила высказал, что никакого перемирия не будет. Надо было раньше хвататься за него, когда украинская сторона предлагала. Но это повод для того, чтобы сказать, ну вот же, мы же хотим мира, а Украина его отвергает. Она отвергает вот это самое прекращение огня. Ну, я хочу сказать, кстати, опыт прекращения огня, самый, что ни на есть беспомощный. В зоне ООС 8 лет я только и помню. Это сотни раз, даже не десятки. Все время прекращался огонь, и никто его никогда не соблюдал. Но, прежде всего, российская сторона, как, впрочем, ну, в общем, украинская сторона реагировала. То есть, это вообще такой инструмент сомнительный, да, что вот через прекращение огня можно перейти к мирным переговорам или перемирию и чему-то еще. Поэтому, честно говоря, за этим хоть кто бы предлагал это, никакого сущностного содержания нет. Потому что, ну... Ну, вот позвольте мне несколько версий предложить. А вы, Март Захарович, их растопчите, как можете. В пух и прах растерзайте. Ну, вот уже пришлось мне услышать, например, такую версию, что Путин на самом деле, как известно, и это соответствует, как я понимаю, хотя бы в некоторой степени действительности, мистик верит во всякую чушь вот такую вот оккультную, во всяких там старцев пророчествующих. И вот якобы какой-то там старец, который его пользует ему, напророчил, что вот нельзя кровь проливать на Христово Рождество вот в этом году. Поэтому вот давай, объяви одностороннее прекращение кровопролития, и Бог тебе воздаст. Как тебе такая версия? Нет, я охотно верю в том, что Путин, особенно на восьмом десятке, очень склонен к и мистике, и вещам оккультным, или часто, ну, таким знахарским, что ли. Но, честно говоря, почему именно тогда Рождество, а чем другие праздники не подходили за эти десять прошедших месяцев, чего только не было. Это во-первых... Нет, ну вот, как говорится, пророчество подоспело вот к Рождеству Христову по старому стилю. По тому старому стилю, по которому живет русская полоса. Да, мы понимаем, вроде, между Григориевским и Григориевским календарем, но, честно говоря, выглядит так, что такому не в коня корм пойдет, понимаете. Он слишком греховодник совершил даже за эти десять месяцев всего такого, что ему, честно говоря, уже рождественские знаки не помогут. Вот я так думаю. И если он исходит из этого... Ну, видите как, слишком плохой порухой является, прежде всего, РПЦ, как источник божественного внимания к нему, такого проведения в широком смысле, которое благотворно может сказаться на его судьбе. Честно говоря, если он и обратится, то к каким-то уж совсем черной мести, скорее, нежели к Рождеству. Знаете, если уж у него такое увлечение крайними всякими толками, то в последнюю самую очередь он поверит в, так сказать, в рождественское чудо. Вот так мне кажется. Хорошо, Марк Захарович. А тогда вот другая, совершенно, можно сказать, диаметрально противоположная версия. То это такая вот многоходовая провокация, точнее, замысел такой многоходовой провокации, рассчитанная в основном на то, чтобы в очередной раз распалить провоенные общественные мнения в России, подогреть настроение среди твердокаменных сторонников войны, вот войны до победного конца, а именно объявить вот это самое одностороннее прекращение огня, его не соблюдать, грамотно нарушить и повесить все это дело на украинцев. Сказать, ну вот смотрите, мы им предложили прекращение огня, а они такие, растакие, кровожадные такие люди отвергли нашу гуманитарную инициативу, и придется нам их мочить. А поэтому нам не просто надо сейчас эскалировать, пойти на серьезную эскалацию боевых действий, нам нужно еще объявить всеобщую мобилизацию, чтобы война действительно стала народной, и чтобы наконец вот объявив всеобщую мобилизацию, мы всем народом бы навалились и победили бы. Вы знаете, он все равно так скажет, даже безотносительно, есть ли у этого продолжение в виде обоснования всеобщей мобилизации, или там, не знаю, новой фазы мобилизации частичной, не в этом суть, он все равно, они так скажут, даже если бы вдруг Украина присоединилась к прекращению огня на православное Рождество, все равно бы нашли повод, как это отыграть в пользу того, что вот они не христия, те, что они там все, значит, сектанты, я не знаю, там, жидовствующие, скажут. Да, а мы вот такие воцерковленные люди действительно соблюдали перемирие, им поводов искать-то ведь сильно не надо. Знаете, они могли использовать и все поводы, которые были до этого в макетке. 500 человек, говорят, погибло. Ну, куда дальше, куда больше. Я сам из города Самара, из которого в основном мои земляки-то, собственно, оказавшиеся в этом, то ли складе боеприпасов, то ли ПТУ общежития в Макеевке погибли. И, честно говоря, они бы хотя бы это использовали. Чего уж там до Рождества доходить, что, значит, безбожники будут и православный храм бомбить, когда туда люди на всеношную пойдут. Поэтому с этой точки зрения, ну, наверное, такое какая-то подводится база. Но насколько она далеко идущая в этом концепт такой, какая-то провокация, как вы говорите. Не знаю, по-моему, столько поводов ежедневно дается для того, чтобы разжигать, чем, собственно, с успехом и пользуется Кремль и российская власть вместе с ее пресными пропагандистами, что Рождество православное здесь мало что добавит. Многие прогнозируют. И вот если вы слышали, руководство Украины, Буданов и Данилов, говорили, что ожидают, что и Резников, министра обороны, Украина говорили, что 5-го числа вроде как закроют границы, проведут мобилизацию. Я бы вот к числам не привязывался. Я охотно верю, что Москва в условиях, ну, в общем, неуспеха, я мягко выражусь, сильного неуспеха за прошедшие 3 месяца, что с 21 сентября была объявлена мобилизация, ну, уже больше 3,5, да. Значит, ничего не добились. Конечно, им просто мобилизация уже, чтобы просто пополнять ряды личного состава. И это главное обоснование, да, а не то, что, значит, навалимся, ребятишки, давайте еще чуть-чуть, и через неделю возьмем Киев. Они все равно ее проведут, они все равно закроют границы, ну, так они закроют границы. Они для многих категорий уже это ограничение давно ввели, и для госслужащих, и для военнослужащих, и для судей, и для имеющих задолженность, и для потенциальных мобилизованных. Они же их не выпускают в реальности из России. Ну, мы же это знаем, заворачивать на границах и так далее. Да, я, кстати, очень много людей знаю, которые хотели бы уехать из России, но не могут именно по подобным причинам. Да, и паспорта. Они могут получить. Паспорта новые. Паспорта они могут получить. Неожиданно в самый последний момент обнаруживают, что они должны идти перед бюджетом, что у них какие-то штрафы неуплачивают. Да, да, да. Но вот еще одна версия, что на самом деле, понимая и имея, так сказать, набор разведпризнаков того, что Украина готовится не знаем где, к какому-то новому наскуплению, они пытаются помешать. Вряд ли это помешает, Евгений Алексеевич. Что, Украина будет оглядываться на сегодня не можем наступать много православных порогов, славян, единоверных. Ну, не будет этого, понимаете? Ну, никого... Мы с вами понимаем, знаете, как в том анейдоте. А петух не знает? Петух не знает. Но если они действительно так считают, то, значит, они ничего за 10 месяцев так и не поняли. Они же хотели взять Киев за три дня и полагали, что украинские военные сложат оружие, перейдут на их сторону или разбегутся. Ну, Евгений Алексеевич, ну, можно было отрезвиться уже за эти 9 месяцев. Вот такое творил за 10 месяцев, что уж пора прийти в себя, как-то в ум войти, как говорят раньше. Значит, вы что, собираетесь вот думать, что кто-то собирается вам в поддавки с вами играть? Ну, так даже Макеевка должна была дать основание. Можно будет убить 10 рогозинок, убьют 20 рогозинок. Можно будет убить еще тысячу человек. Без всякой рефлексии, значит, убьют и не будут оглядываться на какие православные праздники и пойдут в наступление. Я все-таки склонен думать, что здесь комбинация, инерция. А что еще можно выдавать, кроме вот взять инициативу в свои руки? Смотрите. Хорошо. А может быть, там Эрдоган какое-то волшебное слово сказал Путину? Эрдоган ведет свою игру. Он выкруживает свой материальный интерес, получит какие-то дополнительные дивиденды сугубо материального свойства для себя, продолжая, значит, эксплуатировать, злоупотреблять вот этой эпостасию миротворца, посредника и так далее. Я считаю, что Эрдоган весьма искушенная фигура, прекрасно понимает, к чему все идет. Он разговаривает и с Зеленским, и с Путиным, и, наверное, с другими международными посредниками, прекрасно понимает, что из этого ничего не выйдет. Понимаете? Что это не жизнеспособная предпосылка для мирных переговоров. Вот если бы Москва начала оставлять Бахмут, Солидар, отводить войска от Сватова, Кременной, потихоньку отваливать от Мелитополя, это хоть какой-то шаг был, ну, хоть какой-то для обсуждения, это давало хоть какой-то дивиденд. Ну, предпосылкой для мирных переговоров, для перемирия, всего лишь прекращения огня и какие-то заявления о доброй воле и чем-то подобном, ну, честно говоря, в этой ситуации поверить в то, что на это поведется Зеленский, если они действительно считают, что это с такого широкого плеча, таким широким жестом, вот смотрите, прекращаем огонь, на кого-то это может произойти впечатление, если они действительно так думают, ну, дело их пропащей, дело их табак тогда. Вы знаете, они тогда точно и Мелитополь потеряют, и Мариуполь потеряют, потому что вот это как бы очень большое заблуждение с их стороны. Ну, если они не верят в то, что говорим мы, которых они ненавидят, ну, пусть они хотя бы как-то попытаются взглянуть на ситуацию со стороны, достаточно международных наблюдателей, источников, которые им подтвердят, что Украина своей ненавистью, своем желании, мести, и там понятно это выразится в деоккупации и изгнании оккупантов, она настроена очень предельно, да, конфронтационно и не желает видеть ничего, кроме как границы девяносто первого года. Не понимать это? Ну, можно не понимать. Нет, уж вы тогда воюйте, вы уж тогда воюйте, попробуете на поле боя победить Украину. Что уж там? Надеяться на такие вещи, вещи абсолютно необоснованные, самонадеянные. Слушайте, а как вы можете прокомментировать историю про то, что неожиданным образом так называемые военкоры стали критиковать в своих телеграм-каналах решение Путина в одностороннем порядке прекратить огонь? Я вот не видел всех деталей, потому что это сегодня произошло. Говорят, там чуть ли не где-то появилась информация, что он собирался в какой-то Донбасс приехать из православных храмов именно в Рождество. Якобы. Потом она здесь исчезла информация. То есть, если это действительно так, то, ну, может кто-то вбросил специально эту информацию, что Путин посетит какой-то из храмов, где Вуганский, где Донецкий. Я не верю, что Путин приедет вот в такую близость от зоны поражения, возможно, тем более мы видели, чем это для некоторых закончилось в донецких ресторанах. Но нельзя исключать, что это вброшенная информация. И я здесь вижу некую измотанность уже, вот такую поиздержанность. То есть, видимо, столь долгая война и столь неуспешные ее результаты, они как-то осмеляют, делают более решительными поведение вот таких ультрас. Потому что, на самом деле, ну, мы же слышим с разных сторон раздающиеся и недовольства, и ропоты, и упреки. Ну, один Гиркин чего стоит, который, казалось бы, уж имперец из имперцев. Но, видимо, этот тон взят уже какой-то частью этой среды. То есть, они позволяют себе эту вольность и, видимо, их сильно за это не наказывают. Потому что, ну, ситуация поменялась и не в лучшую сторону. Вот эти все прилеты, вот говорят, да ладно, они там и миллионы строят. Я, кстати, с Ржевом, глубоко убежден, что Путину все равно, сколько появится, 100 тысяч, 500 в Макеевке, миллиард там. Это что, абсолютно его не волнует. Но, какая-то внешняя реакция вот у галерки этого пропагандистского ряда, да, она все-таки вызывает некие самые негативные реакции. А вы считаете, что так называемые военкоры это галерка? Вам не кажется, что это более серьезное явление? Я их высоко не ставлю, они, конечно, не читая Соловьеву, Соловьеву из рук Путина кормятся напрямую, очередные какие-то медальки вместе с Симоньян. Военкоры это, ну, черненькие, в грязном теле их держат. Это же все-таки, они все-таки на передовой бывают, вон, коцы, шмоцы, как они. Они же все-таки от самой пахоты, от самого окопа считается, что они могут легко расходоваться, как среда менее ценная по отношению к грант-пропагандистам, понимаете? Поэтому они больше себе позволяют представить себя критикующими Симоньян, начальника, или Киселева, или Соловьева, сложно себе представить, а вот для таких, которые не имеют высоких трибун, ну, в принципе, в пабликах телеграммы это вполне допустимая вещь. Но и идет какая-то дрейфь, понимаете? Он все равно идет. То есть, вот это вот накапливание элементов, он присутствует, так сказать. Были бы победы, другое было бы отношение. Вот он у нас в венке, на колеснице, рукой ведет свои значит, легионы к победе и так далее. А когда же проигрываешь, сразу хочется, значит, выразить свое недовольство на любой попавшийся предмет. Путин настолько мозолит глаза и настолько неуклюже это делает, ну, как последнее поздравление на Новый год, стоя перед спиной к военнослужащим, так называемым, хотя, думаю, что это все ряженые люди, это же может вызывать вот таких военкоров обратную совершенно вернули. Вы знаете, мой профессиональный взгляд подсказал мне, что снималось на хромакее, то есть, возможно, не исключаю. Трудно говоря, Путин стоял на зеленом фоне, а потом его наложили на этих самых реальных. Я вот у хромакея сижу, это вот у меня хромакей, но я просто к тому, что там, наверное, и попрофессиональные денег побольше, и, так сказать, и монтажеры, наверное, более профессиональные, но суть-то здесь какая, что, ну, неуклюжая же наша вся картинка, и неуклюж он. Если бы после этого там наступление какое-то пошло от Бахмата через Павлодара до Киева, ну, это один разговор. А когда вот так вот ты постояла, тут Макеевка, причем, ну, это же снималось заранее, это же не в Новый год снималось, то все время он как курвощи попадает, и поэтому военкоры это, ну, галерка, может, не галерка, но это передовое недовольство, передовое выражение точки зрения самой солдатни, понимаете? Вот такие же были и все. Солдатни были военно-политически элиты, скажем так, я слово элита здесь чисто политологически использую, которая хотела бы гораздо более жесткого режима внутри России и гораздо более жестокой войны против Украины. Ну да, ну да, не, ну, я условно так говорю, потому что матросня, солдатня, это термин из 17-го года и так далее, хотя под этим подразумевается, ну, вот, шинели серые и так далее, как это, папахи, конечно, они представляют все-таки военную среду, а эти же паркетную среду представляют основные пропагандисты, поэтому им, я повторяю, позволено, они там, кто там ногу потеряет, кто руку, кто глаз, это все-таки имеет заслуги и, наверное, понимание того, что проблема в главнокомандующем, а не только в исполнителях, понятно, там и коррупция и все остальное, она, наверное, в общем, сейчас разрешенной, является разрешенным выводом. Вот что. Что вам слышно про состояние здоровья Владимира Владимировича? Опять пошли разговоры о том, что у него со здоровьем не в порядке. Прямо вот даже генерал Буданов, наш украинский генерал Буданов, Кирилл, сказал, что скоро отдаст концы Владимира Владимировича. Болен он. Ну, разведка, наверное, имеет какие-то инвестиции. Да, да, ну, она не раз уже на этот счет ошибалась. Я все-таки расцениваю слова конкретно Буданова как троллина, как скоро ты сдох. У тебя рак. Нет у меня рака, я уже излечился. Нет, нет, у тебя рак, дружок. Ну, то есть, это попытка, попытка такого психологического давления, может, даже не столько на Путина, сколько на всех газах. О, умирает, а что ж будет? и так далее. Как там на самом деле достоверно? Ну, я основываюсь на той информации, которая прежние годы циркулировала, и в том числе издание проекта, которое выявило постоянно находящегося рядом с ним онколога Савельева, который занимался его эндокринной системой. Ну, как бы, это там документики из Розы Хутера, как он приезжал туда в резиденцию Бочаров-Ручей, тогда, а какие основания у нас не доверяют этой документации, возможно, слиты как раз из какого-то части окружения, может, с Розы Хутера, я не знаю. Но писалось же об этом, и этого были основания. Я помню, выступал у известного подкастера и режиссер, небезызвестный всем, значит, Оливер Стоун, который говорил, что Путин излечился от рака. А я хочу сказать, что Стоун при всей своей, ну, понятно, он делал интервью, он делал фильмы о Майдане, и тогда все это знают, он с Путиным многочасовые интервью делал, ну, и сам по себе он человек, что говорить, оскаровские лауреаты, и так далее. Он же, вы видите, он к этой теме очень близко расположен. Он, во-первых, делал интервью, если вы помните, с Фиделем Кастро, который мучился от рака простаты, и в конечном итоге от ее последствий умер, ну, хорошо, в 90-е лет умер, а Путин, видимо, переживает какие-то стадии, то есть, эта тема, канцер и диктатор, ему близка, ну, чисто творческий, или там, я не знаю, он в левых взглядах, но тем не менее, да, человек, то он, в общем, не глупый, понимает, и он проговаривался об этом в американских источниках, за это схватились, это цитировали журналы, цитировали политики и так далее, и я думаю, под этим основанием было, насколько плохо, и насколько угрожает эта болезнь Путину, судить невозможно, смертельно ли она на стадии находится, или в ремиссии, мы не знаем, но то, что Путин на своем восьмом десятке, в принципе, человек не выдающегося здоровья, с моей личной точки зрения, я никому не навязываю, я не медик, но мне он не кажется человеком, пышущим таким вот невероятным здоровьем, то есть, это все, скажем так, рукотворное, поддержание в нем сил, да, и здоровья, это усилие врачей, а не природное, понимаете, вспоминает человек, сто лет, он знает. Во всяком случае, ведь ходили разные слухи о том, что Путин там делает какие-то косметические процедуры. Нет, 100%. А на самом деле потом какие-то врачи хладнокровно сказали, что мы, конечно, не знаем точно, но в действительности у него типичная внешность человека, который получает сильные гормональные противораковые препараты. чему возникает вот этот самый характерный отек опухлый с лица. Человек начинает напоминать стареющего китайца. Да, 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 я слышал эту версию, и то, что он, конечно, делал по операции по блефоропластике, подтяжке кожи, он это делал. Это не то, что результат действия лекарств, но это может быть комбинат, сочетание вот и того, и другого. Ну, и в принципе, ну давайте, Евгений Алексеевич, забыл его фамилию, значит, что... Майроновский. Не Майронов, Майроновский, он же немножко другим занимался, там был еще какой-то... Майроновский, это поядом, да. Да, поядом, а там был другой тип из Киева как раз, что создадим вам, значит, для бессмертия, эликсиры и так далее. Вот человек, обладающий таким могуществом, он легко ведется на вот этот соблазн, ну, если уж не бесконечная жизнь, то долголетие, понимаете, и Путин в этом смысле не исключение. Он охотно верит в свою жизнь и не очень охотно верит в свою смерть, потому что, ну, тяжело в таком изоляции, одиночестве, в бункерном это состояние поверить в то, что ты, в общем, обычный человек, ты обычной физической субстанцией, тебя могут одолевать и болезни, и в конечном итоге их летальность тебя и погубит. Я думаю, что здесь очень тяжелое психологическое состояние из-за того, что его на последнем участке его политической жизни преследует неудачи весь этот год. Это одна сплошная неудача. Я не вижу никаких успехов. Как бы они себя там не самозомбировали, понимаете, и это может производить и физический эффект, это может влиять на его и состояние душевное, и состояние психологическое, понимаете, он может ощущать близость конца. Говорят, что, значит, человек, который, ну, особенно сердечники и так далее, что они близко ощущают конец свой, когда вот состояние такого вот смерти, да, ну, так говорят, я не знаю, правда это или нет, значит, то есть, это психологический же эффект. Человек верит в свою смерть, и он вот начинает видеть ее признаки. Я думаю, что Путин почти хронически испытывает вот сейчас вот подобного рода кататонические состояния. Я как-то охотно в это поверю, потому что, ну, слушайте, у него такой неуспех, который его преследует, такие неудачи. Я уж не знаю, в какие оккультные силы надо поверить для того, чтобы это исправить, эту карму. Фортуна от него явно отвернулась, потому что долгие годы ему страшно везло. Он сам об этом говорил, он на большом представлении сказал, я везунчик. Когда его спрашивали, ну, это был конец нулевых, я, говорит, страшный везунчик, я пришел к власти, начала расти нефть, у меня появилась масса возможностей, ну, он тогда еще обояшкой работал, а, так сказать, он выражал действительно глубинные ощущения от жизни, что вот он такой вот стал президентом огромной одной девятой части суши, страны, с такой историей тысячелетней и так далее, а человек, он ведь даже не случайный, он просто среднего какого-то ума и средних способностей, в общем, заурядный такой тип. Ну, как же неудача, как же, если он вот такое могущество получил за просто так, фактически, ну, вот просто так, в этом не вопрос проведения. Были люди, которым мы все обязаны тем, что господин Путин был избран и подсунут Борису Николаевичу Ельцину в качестве самого оптимального преемника. Точно так. И у этих людей есть имена, и прежде всего Валентина Юманова, Татьяна Дьяченко, Александр Волошин. Да, да, безусловно, они несут за это ответственность. Ну, и Ельцин, так сказать, как историческая фигура должен был бы, да, так сказать, ну, если уж не разглядеть, ну, если уж не предусмотреть, если уж он хотел остаться в истории, он хотел остаться в истории, как большой реформатор, как Пётр, там, не знаю, но даже до конца своих дней у него был шанс покаяться в том, что, слушайте, я не просто ошибся, я совершил тяжелейшую историческую ошибку, непростительную, мне никогда не проститься, не ставьте мне памятников, каюсь перед вами, ну, как русский человек, русский же должен покаяться, это же важная часть его, так сказать, жизненного пути, если он действительно ощущает свою ответственность, а Ельцин промолчал, тем самым, создав вот такую по себе славу, что он, в общем, заодно был с Путиным, понимаете, хотя это, конечно, не так, но не сказав это, не произнеся, но вычеркнул себя из выдающегося места, вот в чём. Вы знаете, ведь бывает такое, что очень крупные, очень знаменитые, очень мощные исторические фигуры потом вот разваливаются в прах, вот Хозбулатов, Руслан Имрамович, днями приставился, ушёл в мир иной, кто сегодня помнит, кто такой Руслан Хозбулатов, а был второй человек в России, главный противник Ельцина, мог при определённом раскладе и победить. Ну да, ну да, не исключалось и такое, но в любом случае я говорю, что Ельцин, казалось бы, нам в 90-х претендовал на место реформатора такого масштаба, исторического масштаба, какого-то невероятного, почти всемирного, а вот как-то сложился вот как складная какая-то конструкция и останется в памяти только вот его действительно прикладывалось к бутылке, он там часто невменяемым был и так далее, то есть сам себя в общем Чижика съел, как это, зайцем оказался, понимаете, он бы и не хотел этого, а что же переделал, что ли? Вот так вот. Ну, что касается путинского здоровья, я со своей стороны там осмелюсь сказать, что всех, кто нас смотрит, призвал бы не надеяться на то, что Владимир Владимирович вот прям завтра отдаст концы. Это, конечно, хороший для всех сценарий, да, но будем исходить из того, что современная медицина все-таки штука мощная, а в России вся медицина, которая подчинена государству, может при желании работать на одного человека, вот, и, как говорят врачи, при определенных видах, в том числе неизлечимых, в том числе и онкологических заболеваний, жизнь больного можно продлевать достаточно долгое время. Точно так. А вот как вы думаете все-таки, когда появятся и появятся ли вообще недовольные люди на самых высших этажах российской власти, которые все-таки наберутся смелости попробовать отодвинуть Путина от рычагов управления государством и в том числе от позиции Верховного Главнокомандующего? Вы знаете, кстати, разговоры о немощи Путина, они же соблазняют к этому, они подвигают к этому, и я не исключаю, я уже сказал, что Буданов возможно эксплуатирует этот тезис. Кстати, и западная пресса в начале войны много об этом писала, отдала всю известную дань, может быть, тоже исходя из этой провокативности, что что вы его держите, он уже там сыпется. Я бы сказал, что здесь несколько факторов, которые дают к этому основания. Ну, первое, что эти недовольные есть, они несчастливы от всего этого, такие есть, да, такие есть, ну, в основном, среди олигархи, может, аппарата власти, не связанных с силовым блоком, ну, конечно, им от этого плохо, они обычные воры, они обычные коррупционеры, они гедонисты, они очень, кстати сказать, очень самые компрадурские и самые такие мезопатриоты, я бы так сказал. они очень любят настоящую жизнь, которая связана прежде всего с западом, с его, кто-то культуру любит, ну, или эрзац культуры западной, кто-то увлекается географией, да, очень любит другие места, не с резкоконтинентальным климатом, значит, кто-то франкофон, а кто-то англоман и так далее, то есть, эти все люди страдают, но они реально страдают, и даже не потому, что большая часть из них под санкциями, если мы говорим о нобилитете в каком-то властном классе, дети их там, деньги их там, все, а еще и от того, что они вот не могут свободно обращаться там, да, быть как бы органической частью, ну, хороший пример, какой-нибудь Усманов, который говорят в Ташкенте сейчас, судится по поводу санкции, он же видите там пожертвование в галерею Тейт, представляете, в какие-то такие места был принят, несмотря на свой, ну, в общем, прононс явно ташкентский, да, но тем не менее, крутится в среде себе подобных, да, он купил себе этот билет деньгами, но им очень тешило самолюбие, всем им, выходцам из ниоткуда, что там терять, помните, этот тезис за то, что дедушка твой должен был закончить Оксфорд, или Гарвард, а что ты-то, что ты нам суешь купленный диплом, им очень листило, что они часть какой-то вот важной среды какого-то круга людей, аристократов, людей с деньгами, людей признанных и так далее, и что их берут вот на эту рыбалку, как говорил мой покойный друг Гейдар Джималь, их берут на эту рыбалку, понимаете, они часть этого, я помню, как гордился Дерипаска дружбой с Ротшильдом, ну, молодым Ротшильдом и так далее, помните? Ну, один из Ротшильдов, там Ротшильдов много, да, но с одним из, да, да, то есть они все какие-то вот чувствовали себя, что они вот-вот и станут своими, понимаете, и вдруг они все оказываются не просто париями, а просто презренной средой, которая может быть лишена и денег, и уважения, и вообще места среди, даже географии лишена, и это их парит очень сильно, они, безусловно, хотели бы изменить не участи, они прекрасно, им Украина и не сдалась вообще, зачем она была Украина, и так было им хорошо, они все решали деньгами, еще покупали деньгами, но не оружие, потому что они понимали, что деньги, как это, помните, у классика, значит, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказала Булат, но Булат всегда выигрывает, другой вопрос, что они про деньги, они про Злата, они не про Булат, они пытаются это все доказать Западу, что зачем вы нас преследуете, мы же не про это, мы же про деньги, да, мы коррупционеры, да, мы воры, но мы не можем нести ответственность за изюм и бучу, понимаете, не надо на нас вешать лишнее, а Злата что им отвечает, ну так идите и решайте вопрос с Булатом, решайте, как вы это будете, деньгами, не деньгами, идите и решайте, ну как же мы пойдем, нет, вы решайте, больше это не наша проблема, это ваша теперь проблема, а мы не можем решить, ну тогда страдайте, поэтому эта среда растет, она безусловно ищет выхода, как в газовой камере, пытаться глотнуть кислородом, они ищут выхода, я уверен, как-то мягко где-то, ну а вот эта активность Абрамовича, это что, тут он миротворец, потому что он хочет, чтобы ему санкции новые не накладывали, там американцы, по которым он еще не попал, ему поставили эти жесткие условия, суетись, бегай, давай, и с пленными решай, и миротворческие миссии, и зерновые сделки, и так далее, и вот он как может ногами себя кормит, находясь постоянно в Израиле, между Израилем, Стамбулом и Москвой, вот он пытается это делать, но получается это до удивления плохо, потому что они не решают главную проблему, потому что ключ проблемы именно в Кремле, именно в Путине, ну или там в бункере его, и они как бы хотят, но у них нет возможности, мостик не перекидывается от желания к реальному действию, потому что мы признаков его не видим, конечно такие вещи делаются подспудно, но так делайте их, поэтому мне кажется, несмотря на то, что настроение эти есть, я уверен, что они есть, и обсуждения эти есть, и разговоры эти есть, вот и я с несколькими олигархами, миллиардерами из Форбса российскими общался, да, все это есть, все они в ужасе, быть может, но делать они ничего не хотят. А в ужасе ли вот супербогатые люди из бизнес-окружения Путина, вроде братьев Ковильчуков, Тимченко, Ротенбергов, они же тоже гедонисты, они же тоже страдают, они же тоже на мир смотрят с точки зрения прибыльности своего бизнеса. Да, но они слишком близко, и у них другого пути обратного нет. А мы говорим о тех, у кого все-таки обратный ход возможен. Мы говорим о чуть более дальней среде людей из старой олигархии, и новой может быть, но тех, кто не так близко связан со всей деятельностью Путина, и особенно деятельностью, связанной с войной в Украине. Эти люди слишком пришкварены, слишком привернуты шурупами глубоко к Путина. Им очень тяжело променять Путина в качестве своего главного сюзерена на кого-то еще. Они не останутся. Они прекрасно понимают, не станет Путина. Что, Ковальчуги, что ли, останутся? А как они останутся? Ну, их же растопятся. Денег много, попытаются купить себе. Попытаются. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Вот там Булат точно будет над головой махать, и, знаете, жансов там не очень много. А вот есть другие, которые как раз смогут где-то спрятаться в домик, которые сами будут бенефициарами этого процесса и скорее, так сказать, с большей вероятностью попытаются и могут иметь шанс выпрыгнуть из этого безнадежной ситуации. Вот в это охотно верится, понимаете? Поэтому я думаю, что речь все-таки не о самом ближайшем окружении. Оно-то уже пропащим. Ему деваться уже некому. Но люди на шаг дальше, наверное, такой шанс имеют. Поэтому не случайны все эти разговоры и все попытки Запада и их с Западом разговаривать. И, видимо, о чем-то они договариваются. Другое дело, что мы же не видим конкретных проявлений. А что вы собираетесь делать? А как вы это решите? Понятно, что это не будет делаться публично. Но, во всяком случае, до момента, пока мы просто не прочтем в газетах и не посмотрим на телевизоре, что вдруг Путина не стало. А где? Но должны быть признаки, которые мы, как анализируем, которые должны увидеть. Эрозию власти, разрыхление ее. Она вроде как фрагментируется. Посмотрите, появился Пригожин. Актор, который, ну, казалось бы, да, его роль и его место, он кто такой вообще? Он просто бизнесмен. Я вот специально посмотрел везде, как его называют. Бизнесмен. Он кто чиновник. Послушайте, на самом деле, мне тут неожиданно пришло в голову, что история повторяется. Вы помните же, в середине 90-х годов самым могущественным человеком в России неожиданно, не неожиданно, на самом деле, шаг за шагом становится всего-навсего руководитель личной охраны президента Ельцина. Генерал Коржаков. А теперь чуть ли не самым влиятельным человеком в России, во всяком случае, претендующим на такую роль, примерно в таком же стиле, как и Коржаков, становится повар, личный повар президента. Но это повторяется. Да, она повторяется. Коржаков все-таки был... Как раз в виде фарса. Да, он работал в девятке, он работал всю жизнь в охране, в Афганистане служил. Коржаков все-таки был свой для власти, для Лубянки и так далее, и так далее. Но этот-то девять лет сидел. Да, значит, мы находимся в какой-то новой стадии, при которой вот такую бешеную карьеру могут делать люди совсем сомнительные биографии. Вообще сомнительные. То есть, когда говорили о том, что основа этой власти, она, да, в чекистском наследстве, но еще и в криминальном Санкт-Петербурге, из которого в основном выходцы нынешней власти, ее основывающей, то оказалось, что вот действительно выражением того является появление таких, как Пригожин, который ну просто ну чужой во всех отношениях, потому что человек с такой биографией ну не может иметь позиции в власти любой. Я уж не говорю про там советскую прежнюю или там постсоветскую, но тем не менее оказалось, что это вот возможно, понятийная роль. Она, так сказать, ничем не обозначена, не легализована, не институциализирована, но он может. И когда мы говорим о недовольстве, то вот война всех против всех, в которую увлеченная Пригожина тоже с Минобороны воюет, Герасимова пидором называет, понимаете, ну не он, а его подчиненный, он говорит, что нормально, правильно, так и надо. Это все свидетельство того, что процесс какой-то глубинный-то идет. И эрозии, и фрагментации этого. А может это управляемый процесс, может Путин специально так вот проталкивает Пригожина на первый план, чтобы напугать всех. Вот смотрите, если со мной что не так, вот кого вы получите. Да, он это делает. Но знаете, как говорят, играл и заигрался. Можно в это заиграться. И непонятно, где и чем ты управляешь, когда уже появляются эти акторы, которых ты надул из ничего. Девятилетний, сидевший, руководитель ресторана, вот этого плавучего, о котором мне покойный Запольский рассказывал в моих программах, и вдруг становится, извините, чуть ли не военачальником Жуков какой-то. Ходит, значит, псевдокамуфляж, что-то рассказывает. Срочную службу не проходил. Ну, то есть, если такие карьеры возможны, то где гарантия, что ты продолжаешь управлять в той же степени этим процессом, который позволяет тебе оставаться рабием? Да, я думаю, что он и спровоцировал. Ему выгодно и Кадырова, и Пригожина. Я так считаю. Но, повторяю, это если ты сохраняешь силу, власть и арбитраж над всей этой ситуацией, в той же степени, какой он у тебя был в нулевых годах, в десяток, когда войны не было, когда рисков для твоей власти не было таких, которые возникают и с поражением в войне, а они точно для Путина возникают в случае поражения в войне. А что будет для Путина поражением? Для Путина поражением точно будет потеря всех территорий в Украине. Прежде чем Крым. Крым, как символы его десятых годов, это точно. 14-й год, мост, мы возвращаем, это, безусловно, будет поражение. Скорее, это все-таки моральное поражение, политическое поражение, но значит ли это исчерпание его власти? Мне кажется, да. Я могу на этот счет ошибаться, потому что мне казалось, что и более дальние подступы могут создать для него эти риски. И потери Херсона, и не взятие Украины за 2-3 дня уже сами по себе несут с собой эти риски. Но оказалось, народ и аппарат власти гораздо более в этом смысле лоббилен. То есть, он готов это принимать. Но мы не понимали до конца, но все-таки Крым, это же такая точка, которая не оставляет шансов. Потому что, а тогда зачем твое правление? А чем же ты такой непогрешимый за эти десятилетия счастливчик, можешь похвастаться, если даже приобретенный ты потерял. И потерял сам своими руками. Ты мог бы начинать этой войны, и Крым так бы и оставался. Скорее всего, под контролем Москвы. Все бы гадали, что вторая армия мира, стоит ли с ней связываться. А теперь никаких иллюзий. Все рассеялось, ничего у тебя нет. Хорошо, представим себе, что потерял Путин Крым, что пришлось выводить, эвакуировать войска из Крыма примерно так же, как бежали с Херсона в какой-то момент, когда стало очевидно, что иначе это будет катастрофа. Десятки тысяч пленных и все такое прочее. Ну, примерно. А как дальше будут развиваться события? А вот смотрите, как... Ваше представление есть у вас какое-то? Да. Как же дело разворачиваться? Сейчас же дискуссия идет, останется ли, есть ли шанс Путина остаться или нет? Вот у меня там дискуссия была с Владиславом Иноземцевым и Андреем Пианковским. Мы, конечно, на эту тему рассуждали. Есть ли шанс сохранения Путина у власти в случае такого хода событий с потерей Крыма и выходом границы девяностотепривого года? Ведь вот смотрите, какая вещь. Он бы мог бы сохраниться, если бы не дополнительная проблема, связанная с уже сформированным к нему отношением международной изоляцией, санкциями, репарациями, конфискациями имущества и продолжением политики изоляции, геополитического огораживания Москвы и самого Путина. Вот если бы этого всего не было, конечно, он мог бы через это пройти, но это будет продолжаться. Подранка будут добивать. Не будет так, что от Путина отстанут. Там начнутся сразу проблемы трибунала какого-нибудь. Ну как, он же уже раненый, уже можно, так сказать, уже безбоязненно, так сказать, требовать следованию международного права и выдачи военных преступников, в том числе его самого, о чем, собственно, Семерка заявила, а Макрон безучастно сказал, ну да, мы как бы сторонники идеи трибунала, ну там есть процедура универсальная, альтернативная одобрение Совета Безопасности ООН. У него начнутся проблемы и внутри аппарата власти, они же все под санкциями, они все в определенной степени изоляции, а на кого повесить вину за поражение? И ему надо будет один единственный путь, это изоляция полная, то есть закрывание всего, увеличение аппарата карательного и репрессивного аппарата, для того, чтобы себя защитить, чтобы все эти проблемы не обрушили его власть окончательно, и это при том, что он на восьмом десятке, и он не становится сильнее, он слабеет, и физически, и морально, и другим образом, то есть он подходит к границе критической, к которой подходили, кстати, все диктаторы, от Каддафи, которым был 72 года, он 42 года был у власти после вооруженного переворота офицерского цель, понимаете, и он не молодеет, и ему все тяжелее будет удерживать, а эта изоляция, она может привести к непредсказуемым последствиям, вот если он по пути Северной Кореи, ну это условно, понятно, Северная Корея, цивилизационно, из России сделать Северную Корею очень-очень сложно, потому что тот, кто знает историю Кореи, знает, как складывались азиатские иерархии и так далее, тут очень сложно с российской властью, он не наследственный монарх, и понятно, как это работает, но тем не менее, я еще раз повторяю, что для переформатирования системы в тоталитарную, только так она может сохраниться, из жесткоавторитарной в тоталитарную, нужны несколько вещей, ресурсы и нужна идеология, которой у него все еще нет, но если он становится монархом и отдает власть Тихоновой, это одна история, а если он, так сказать, продолжает изображать какую-то легитимность, меня тут выбрали, вот, честно говоря, перспектива у него самая наипечальнейшая. Ну что ж, спасибо большое за ваши оценки, за ваши комментарии, за ваши прогнозы, Марк Захарович, я напомню, сегодня гостем моего канала, на который, я надеюсь, если кто не подписался, сейчас подпишется, был Марк Фиггин. Спасибо. Знаменитый Марк Фиггин. Спасибо вам большое и надеюсь, не последний раз вы у нас в гостях. Нас Бог даст Бог, всегда рад. Все вам добро и спасибо большое всем, кто нас смотрел. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова